Пеналы, тетради и много-много всего. Игры, то, что необходимо детям. Это лишь часть того, что собрали лицеисты для детей из Донбасса в рамках акции российского движения школьников «Мы вместе». Она проходит не только в Одинцовском округе, но и в других муниципалитетах Подмосковья. В этом пакете находится канцелярия разного вида, допустим, краски, мелки, пластилин, то есть большое количество альбомов и тетрадок, специально, чтобы дети продолжали заниматься творчеством. Это все необходимо для того, чтобы скрасить пребывание детей Донбасса на территории нашей области, нашей страны. Дети Донбасса должны почувствовать себя в России как дома. Лицеисты сделали для этого все, что было в их силах. Бонусом каждому пакету – письмо со словами поддержки. Я учусь в шестом Б-классе. Хоть я и не знаю вас, но надеюсь, что мы станем друзьями. Как у вас дела? Надеюсь, вам нравится у нас в России. Подмосковье уже приняло более 1300 беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Первый поезд прибыл в регион 22 февраля. В нем было свыше 900 человек, половина – дети. Их разместили в детских оздоровительных центрах и детских лагерях в Алакаламске, Клину, Зарайске, Подольске и Пушкине. Мне очень отрадно, что школьники не только Одинцова, но и всей Московской области принимают участие в сборе гуманитарной помощи для детей, которые в ней нуждаются, детей с юга-востока Украины. Мы исходим из того, что чужих детей, конечно же, не бывает. И если где-то страдает сердце ребенка, наша задача – ему помочь. Гуманитарную помощь беженцам продолжают собирать и волонтеры. В Одинцово работают два пункта на Молодежной улице и на Можайском шоссе. Добровольцы дежурят ежедневно с 9 до 11 утра и с 18 до 20 часов. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».